Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас с вами, как всегда, ежедневный влог. Утро, я собираюсь на работу, что-то у меня здесь приключилось, воспалительный процесс какой-то пошел. В общем, помните, я была в тренажерном зале и видела фильм, рекламу. Не могла вспомнить, как называется. Называется вот так вот, дайте шоу. Ну, конечно, тут серий много, и еще будут выходить и выходить. Я вот это, конечно, не люблю. Восьмого, пятнадцатого, в общем, вплоть до Нового года будет идти. Ну, если две серии хотите посмотреть, вот пока что только две в наличии есть, можете посмотреть, называется, дайте шоу. Так, ну, а я что делаю? А, я смотрю вообще интервью сейчас Алины Загитовой. Молодец, кто тоже смотрел, скажите, напишите. Ну, и завтрак. Завтрак у меня. Рыбка с сыром Виола, чай сладкий с лимоном. И я сейчас тестировала вот эти вот две туши. Одна тушь, это люкс визаж от Киллер. Это все, опять-таки, вы мне пишите. А вторая, я видела рекламу этой туши, и прям там такие ресницы были. Вамп. Туша прям, это, ну, господи, туша пупа. Вамп называется эта тушь. Ну, и ролик я снимала, показывала, где наносила и ту, и ту тушь. Вот здесь не очень удобная кисточка. Она такая мощная, объемная, и очень сложно накрасить глаза аккуратно. Но слой туши здесь, как бы, ну, она более плотная, что ли. Вот это вот люкс визаж, кисточка попроще, и, ну, наносить удобнее. В общем, я не вижу смысла, честно, переплачивать. Вот эта тушь 350 рублей, а вот эта в районе 1950 рублей стоит. Ну, а так, конечно, это все вопрос вкусовщины. Кому что нравится больше. Я сейчас завтракал, мы решили теперь с утра сперва бассейн, а потом уже работа, потому что нужно заниматься своим здоровьем. Кроме тебя, о нем никто не позаботится, к сожалению. Ну, и сегодня, как всегда, у нас с вами влог. У нас начинается жесть. Вот этот снег выпал. Сейчас чуть-чуть теплее сегодня, плюс один. И начинается вот этот вот гололед. Гололед, который ничем не посыпан. Очень сложно идти. Это прям надо, знаете, как мне кто-то скидывал девчонок какие-то такие ботинки, ролик, которые там, как это, знаете, переключатель такой есть, тумблер. Переключаешь, и там гвозди эти, ну, такие гвоздики небольшие высовываются. У тебя сцепление хорошее идет с землей. Но дело в том, что там же есть минус. Мне когда советовали такие штуки, ну, они есть, надеваются отдельно, то по обычной плитке, когда ты идешь, если заходишь куда-то в учреждение этих ботинков и не переобуваешься, ты идешь, цукаешь, как лошадь, и плюс, наоборот, начинаешь скользить на плитке. То есть то, что хорошо для снега, для льда, для плитки – убийственно. То есть это нужно постоянно, этот вот, менять рычажок для того, чтобы менять вот эту вот платформу. В общем, зима, как мне написали, прекрасная пора. С одной стороны, конечно, прекрасная нисфорь, а с другой стороны, вот этот лед для тех, кто падал и ломался, для них он представляет, конечно же, опасность. В общем, все в бассейне хорошо и все прекрасно. Если бы не сушить, потом этот купальник дурацкий. Я имею в виду, что нужно домой прийти, посушиться, постирать его, и на следующий день опять все то же самое. Придумал бы кто-нибудь одноразовый купальник, как полотенце. Так, ладно, жду Оксану. Вчера забрали с ней машину, наконец-таки. Никто Оксане сам не позвонил, не сказал, что машина готова. Она каждый день названивала, узнавала, что там и как. Никто трубку не брал. Вчера в итоге мы поехали. Машина уже несколько дней стояла готовая на улице. То есть, если бы она сама не поехала, то и никто бы ей не позвонил. В общем, бардак. Сейчас в автосервисах папа столкнулся с тем, что у него грузовой Мерседес, и ему чинили три месяца. Он не мог найти. Просто тупо, знаете, как офисов много, которые предлагают ремонт. И там все сидят менеджеры. А людей, специалистов, которые знают, в чем дело, которые связаны с электроникой, разбираются и могут что-то сделать, их по пальцам можно перечесть в Москве. Эти специалисты на вес золота работают обычно на себя. И вот таких вот найти. Мели-ели папа нашел, чтобы ему починили машину через три месяца. А у Оксаны считаете, по гарантии, по каске, в феврале случился случай, вот этот вот страховой. И починили только в октябре в течение месяца. Сейчас не могу умора. Видите, мама с девочкой стоит. Девочка сейчас так шустро бежала. А я еще на нее смотрю, а сама, ну, думаю, краем своего создания. Думаю, ну, блин, как она так бежит? Там же лед. Но, разумеется же, она упала. И вот что сделала мама, она подошла, ее обняла. Вот, видите, взяла за руку, повела дальше. Вот, молодец. Успокоила, не кричала там. А она так шустро бежала. Ну, а тут, вон, видите, ледяная корка. Как можно по этой корке бежать? Это же смертоубийство. Смотрите, что здесь творится. То же самое на подъезде. Вообще, никто ничего не расчищает, никто ничего не убирает. Это еще же, видимо, знаете как, у нас же должно быть запланировано, там, уборочная техника такая-то, такая-то. А так как это все у нас внезапно, ноябрь месяц, обычно еще такого нет. Соответственно, никто еще пока ничего особо не чистит. Сейчас, потому что я в прошлый раз, прикиньте, пришла. Это горе-человек называется. Горе-спортсмен. Забыла тапки. Забыла тапки, ходила в кроссовках. Кроссовки взяла, тапки нет. Посмотреть хоть, сколько что стоит. Шапочка для плавания 1600. Тапочки женские 960. В общем, если что забыл, то можно здесь прикупить. Сегодня в своем костюмчике. Очень удобном. Еще раз говорю, 50 размер у нас остался. 48-50, если кому надо, обращайтесь. Душ пока никого нет. Здесь, знаете, есть вот эти вот лейки, которыми удобно пользоваться. И тропический душ. Но переключения на лейки нету. Поэтому работает чистый тропический душ. И здесь нет моющих средств. То есть зажали моющие средства. Сегодня, слава богу, людей немного. В прошлый раз мы с Оксаной на такой огромный бассейн вдвоем были. Сегодня чуть побольше людей. Но все равно нормальничка такая. Когда заходишь прохладненько, 27 вода, воздух 25. Сейчас кажется прям жарко. А в воду ныряешь и как-то не очень. Здесь, если что, есть сауна, кстати. Наверное, резко сауна снимать, потому что очень-очень жарко. Жарко очень сауна. Вот так вот перед работой нужно обязательно принять водные процедуры. Сейчас была в трех саунах. Одна можжевеловая. Одна какая-то уж очень-очень горячая. Я не знаю, градусная 90. И одна хамамка. Самое приятное из них хамамка. Где его особенно не люблю. Но там хотя бы влажный воздух. Когда заходишь вокруг, где 90 градусов, там сразу хочется кашлять. Тебя организм не выдерживает. Ну, а можжевеловая. Просто приятный запах. Ну, а самое приятное, конечно, джакузо. Вот Оксана носит в этих кузынках. А у меня не включается почему-то. В общем, по идее, ты должен выходить. Мы бодры, веселы. А я что-то вот правда еле-еле иду. Честно. Прям я не знаю. У меня, видимо, вода что-то расслабляет до такой степени. Или в сауну не надо было в конце идти. В общем, рабочего настроения нет от слова совсем. Как люди вот с утра говорят, в 7 утра некоторые женщины, я поражаюсь, в 7 утра, молодцы какие, какая сила воли, уже в зале занимаются, чтобы потом ехать на работу после тренировки. Это ж во сколько нужно встать, чтобы в 7 уже идти зажигать на дорожке. Я сегодня вот это вот интервью с Загитой смотрела. Это ж какие люди целеустремленные. Какая сила воли. Почему мне такая недавно? Сейчас у Оксаны спросим, как она чувствует себя. Ты себя как после бассейна чувствуешь? Я себя чувствую шикарно. Но ты расслабленная или энергичная? Как сказать? Я вообще человек непредсказуем. В данный момент я очень расслаблена. Но через 5 минут я могу быть очень энергичной. Не, ну хорошо. Конечно расслабляет сауна. И если бы, конечно, не на работу, я бы сейчас... У меня хамам вот этот турецкий самый любимый. У меня вот сухие сауны не очень идут, я начинаю кашлять. Нет, я хочу сказать, я поняла, что лучше вечером все-таки ходить. Перед сном? Ну, перед сном, потому что вот если это расслабляющий такой эффект, а мы, получается, сейчас на работу. Что, ну, лучше споро поработать, а потом ходить вечером. Да, ну застись, тогда мы не поймем на работу, поехали отдыхать. Не, не, можно на йогу, а потом идти в бассейн. Ты приходишь и про бессонницу забываешь в принципе. Я тебе предлагаю сделать вариант такой. Три раза в неделю, хочешь, не хочешь, понедельник... Нет, три раза в неделю, но я тебе говорю, вечером надо ходить. Ну, это мы посмотрим по расписанию. Ходить вечером, потому что, ну, утром вот сейчас просто уже хочется прийти домой и лечь куда-нибудь, прилечь. Ну, ладно, но мы поедем, конечно, поработаем. Так как сегодня мы с Оксаной, да, на машине, а на машине ты сразу король. Ты можешь заезжать в любые магазины, в какие ты хочешь, понимаете? В смарт. Смарт – это магазин с низкими ценами, поэтому здесь выгодно всегда покупать продукцию. Ну, а мне, как всегда, нужно что-то приготовить сегодня, и я понятия не имею, что. Сейчас, думаю, посмотрю, может, что придет в голову. О, даже тележку меня ждала. Это вообще радует. Вот, здесь очень хорошие цены на молочную, да и вообще здесь на все. Горошек здесь по очень хорошей цене. Фрукты, вот, хобма-хорма – 119. Лимонная – 108. Мандарины – 119. Вообще хорошая цена по 119. Макароны – 19. Те, кто этот магазин знают, сюда-сюда приходят и все берут. Роллтон, вообще, 44. Это внизу. Так, я, наверное, сейчас рис. Я просто думаю, либо с говядиной его сделать, либо с курицей. Сейчас посмотрю, вот, что здесь из мяса найдет. Потому что что-то приготовить надо. Да, но у меня же еще не все все едят. Вот здесь всегда я беру шпроты. Неплохие, цена хорошая. 99 рублей. Я прям соскучилась. По шпротам с удовольствием возьму и сделаю бутерброды с рыбой, с темным хлебом. Карбуша тоже, смотрите, какая хорошая цена. 109 рублей. Натурально. Можно пирог сделать. Но меня больше Андрей с сардинами любит. Правда, не знаю. Надо взять, попробовать. 79 рублей сардин. Тоже отличная цена. Есть даже по 74. Я, кстати, очень люблю такие консервы. Что еще есть? Соленье. Соленье сейчас тоже уже все это стоит недешево. А здесь, смотрите, ассорти. 209 рублей. Дядя Ваня 264. Причем большая упаковка. Это очень хорошая цена. А я обожаю вот эти томаты в собственном соку, с лучком, с маслом, с таким пахучим, вкусненьким. Очень вкусно получается. Но я большую банку брать не буду. Это выгодно. Тащить неохота. Такую, что ли, взять. Или такую. Такую. Поменьше нести. Все равно это все тяжести. Гречку давно мы не делали. Но мне как-то ее особо не любят. Свиньи, если кому интересно, по 147 рублей. Я вам рассказываю. Вот эта вся комната, это холодильник. Огромный холодильник. То есть мы сейчас с вами находимся в холодильнике. Здесь завеса, чтобы ничего отсюда, холод не выветривался. Поэтому сюда только в шубе можно заходить. Вот здесь очень хорошие цены на масло, на сыры. Такса 228 рублей. В общем, цены я сравнивала. Ниже, чем в пятерочке. И здесь бывает вот этот вот сыр до рублю, мой любимый, с плесенью. 299 рублей. Все, побалок. Но вообще, по-моему, был еще какой-то. Только что я его сейчас здесь не вижу. Немножко по-другому. Он выглядел тоже с плесенью. Так, сырки. Дорожьба. Сейчас посмотреть, что есть из мяса. И взять сыр. Сыр. 169 рублей. Это за 200 грамм. Это тоже неплохая цена. И камамбер тоже, кстати, хорошая цена. 229 рублей. Помните, я делала рецепт с сыром? Топила. С сыром и с чесноком. Очень вкусно. Колбаса. Это колбаска неплохая. Огорки. 229 рублей. Это за 350 грамм. Или вот такую, наверное, лучше возьму. Так, и мяско. Что у нас тут из мяска есть? Так, разбираем с вами пакеты. Мне так нравится сейчас, знаете, вот эта осень. Слякоть на дворе. Чтобы вот яркие были какие-то фрукты. Обязательно. Так, ну взяла сардины. Это так вот. Ну, чтобы какой-то перекус. Знаете, вот иногда, когда готовить не хочется, а у тебя уже в холодильнике есть какие-то продукты, которые ты можешь съесть и особенно ничего не готовить. Мандарины. Ну, что, за 119 рублей. Ну, это себя любимую побаловать. Кроме меня никто не ест, но я очень люблю. Особенно там с фруктиками, с какими-нибудь побаловаться. Взяла сыр. Вот такое вот топленое молоко. 215 рублей этот кусочек стоит. Вообще 699. Выгодно. Заметьте, что знаете, какие цены на сыр. Варенье взяла тоже, как перекус с утра. Чай попить или что-нибудь к блинчикам каким-нибудь. Всегда бывает нужно. Так. Зелёнуху. Это вот обязательно сделаю салат, как я вам говорила. Лучок с лучком обожаю. Макароны. Макароны очень хорошая цена. Сейчас скажу, какая. Огурцы. Это, мне кажется, то, что практически в любом доме есть. Напишите, есть ли у вас в холодильнике огурцы. Мне кажется, практически в любом российском доме есть. Ну, постсоветское пространство, скажем так. Потому что многие эту продукцию любят. Взяла грибы. Сама не знаю для чего. Там, кстати, всё взвешивается на кассе. Гранат. Вон тот гранат с пятёрочки мы вчера брали. Очень вкусный. Сейчас обязательно витаминов не хватает, чтобы гранат в доме были. Салями. Вот эту колбаску тоже, как перекус. Ну и сыр. Моздам тоже в том числе. Итак, как вы думаете, на какую сумму вот эта у нас продуктовая корзина? В принципе, немало, да? Я хочу сказать, продуктов здесь. Стоимость 2396, при том, что здесь есть мясо, здесь есть колбаса, консервы, гранат. Опять-таки, не самое дешёвое удовольствие. А макароны, сейчас скажу, сколько стоит макароны. Что-то прям совсем дешёвые. Они везде значительно дороже. 59. 60 рублей Макфа стоит. Так, ну а теперь, теперь самое главное. Вздыхаю тяжко, потому что не знаю, что всё. Нет, макароны я сейчас сварю, это понятное дело. Это гарнир. А вот что делать с бёдрами? Они уже потрошённые здесь. Не было выбора. Я бы грудку взяла, но не было грудки. Это уже бескостное, и без костей, и без всего. Можно начинить их грибами. Но дело в том, что меня так никто не любит, есть не будет. То есть, я-то люблю, с удовольствием съем, а никто не будет. Поэтому я сейчас пропущу через мясорубку с луком, с чесноком, и пожарю маленькие какие-нибудь котлетки. Вот так вот. Сейчас пойду Ваню уточню. Я, в общем, не мудрство лукаво. Не в мясорубке, а в блендере. У меня супермощный блендер. Мне говорят, Лена где-то такой взяла. Заказывала, но его сейчас нет уже там такого в наличии. Но перемалывает он мощный. Единственное, что написано было, бедра без костей. Прикиньте, косточка. Как так? Маленькая косточка, небольшая. Но все равно фаршик хороший получился. Для соуса у меня банка сметаны. Ложка муки с горкой. И вода. Кипяток. Ну, не кипяток, а тепленькая вода, чтобы все это дело растворилось. Сметана большая. Котлетки вот так вот обжариваются. И сверху я поперчила, посолила. Сверху сейчас залью вот этой вот смесью. Они немного будут тушиться. Ну, не немного, а минут 20 будут тушиться. Вот еще в этом. Ну, и плюс еще 10 минут я их обжариваю по 5 минут с каждой стороны. Причем, видите, сковорода какая? Посередине очень хорошо обжариваются, а по бокам не очень. А за счет соуса они, во-первых, хорошенечко протушатся, то есть будут нежными. Не знаю, есть такое слово, протушиться или нет. И будет, соответственно, соус. Для того, чтобы можно было полить макароны. В котлетах уже присутствуют чеснок и лук. Поэтому сюда я дополнительно ничего из этого не добавляю. Смотрите, какой красивый цвет. У котлеток заливаю все это дело смешки. Сейчас посмотрю, если будет густо, то еще можно будет подправить воды. Нет, достаточно. Мне хватило того, чтобы я залила. Все это дело все убавляю. На 20 минут, на таймер. Пусть у меня все это дело здесь тушится. Знаете, в этот соус многие добавляют томат. Томатную пасту. Но Ваня у меня не любит с томатной пастой. Но он любит соус тереяки. И вот за счет вот этого соуса, он такой темненький, получается темный цвет. Ну и плюс, конечно же, привкус. Потому что здесь много всего намешано. Кто ел соус тереяки, тот поймет. То есть вот для того, чтобы соус приобрел красивый вид, я сюда добавила еще один, кстати, грибочек тоже для вкуса. Ну, один всего лишь, потому что Ваня не любит грибы. Он будет выбирать. Поэтому я, чтобы он, знаете, не выбирал и не копался, добавила один для вкуса, потому что я люблю. Вот полить потом, допустим, макарошки этим соусом с грибочками. Это получается очень-очень вкусно. Почему я котлеты делаю из мяса бедра? Ну, оно, конечно, нежнее, понятное дело. Я бы сделала из грудки, просто не было грудки. Была грудка на кости, но как бы отделять ее от кости мне не хотелось. А просто куриного филе не было. Поэтому я делаю так. Я вам рассказывала про салат с помидорами. Как делали мы на Сахалине, я уже показывала. Сюда добавляете вот так вот луковые полукольца. Ну, они потом здесь разойдутся. Можно их сразу вот так вот расщепить. И добавляете сюда подсолнечное нерафинированное масло. Ну, чуть-чуть, прям совсем. Конечно же, добавляете сюда черный перец. Без черного перца это будет совсем не то. Все это дело перемешивайте. И у вас дополнительно тоже еще получается один соус. К макаронам, к рису, к чему угодно. Это как, знаете, замена альтернатива мясу. Мясо сейчас нынче удовольствие у нас не из дешевых. Вот этот сок, он пропитывается томатным луком, перцем. В общем, это кто любит лук, перец, тому зайдет. Так, котлеты у меня уже почти готовы. Уже осталось прям совсем считанные секунды. И сейчас будет уже скоро тоже готовый макарон. Вода закипает 5 минут и готова. Будем пробовать. У меня все готово. Посмотрите, какой классный получился соус. Макарошки. Осталось только все это попробовать. Макарон буду немного. Конечно же, нужно котлету. Блин, это мой ужин. Почему так мало? Потому что я хочу сейчас еще попить чай. И нужно оставить на него место с какой-нибудь вкусняшкой. Котлетки. Ну, разумеется же, они, конечно, приготовились. 30 минут. 35 минут. Точнее, они тушились. Все-таки бедро более нежное мясо, чем куриная грудка. Точнее, наверное, не нежное, а более сочное. Очень вкусное. Просто сейчас временем очень горячим. Времени сейчас 5 часов дня. Я сегодня, во-первых, была в бассейне. Дико голодная. Мы зашли, потом еще купили банан у себя. И пришла в магазин, еще две вафельных трубочки съела. У нас отра, два бутерброда. Все, больше ничего за день не ела. И поэтому сейчас у меня просто дико хочется есть. И вообще, я понимаю, что у меня после бассейна просыпается какой-то просто дикий жор. Вообще, после тренировок я готова съесть все, что угодно. Причем это на таком уровне, что ты прям вот реально испытываешь сильнейшее чувство голода. Что если ты сейчас что-то не съешь, ты просто кого-то замочишь. Ну, я утрирую, конечно, но это именно так. Вот. Ну, это, собственно говоря, все, чем я хотела сегодня с вами поделиться. Как всегда, всем добра, удачи, отличного настроения. И увидимся с вами вновь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok